Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве и, в частности, о священном писании Библии. В прошлой публикации мы перешли к книге «Деяний святых апостолов» и добрались до второй главы. В третьей главе апостолы Петр и Иоанн встретили человека, который был хромой от рождения, причем настолько, что не мог ходить, его носили. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Деяние 3.2 Петр его исцелил. Но Петр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Деяние 3.6.8 Выздоровевший был так счастлив, что не отходил от апостолов, и постепенно собралось много народу вокруг них. Тогда Петр обращается к людям, рассказывая об Иисусе, которого по их вине казнили. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». Деяние 3.13.14 Однако апостол понимает людей, которые сделали все это поневеденью, и предлагает всем покаяться. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяние 3.19 Тут Петр явно занимается самодеятельностью. Ведь ни в одном из канонических Евангелий Иисус не обещает, что после покаяния загладятся грехи. Да, говорит, что радости о кающемся грешнике на небесах будет больше, чем о 99 праведниках. Но о прощении грехов – ни слова. Для подтверждения сказанного апостол обращается к ветхозаветным текстам, как это уже не раз было в Евангелиях. Моисей сказал отцам, «Господь, Бог ваш, воздвигнет вам из братьев ваших пророка. Как меня слушаетесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Деяние 3.22.23 Это отсылка к книге Второзакония, глава 18, стих 15. Обратите внимание, речь идет о боге евреев и об истреблении всякой непослушной души из народа, то есть снова из евреев. Хотя последние строки данной главы деяний можно трактовать шире, но ненамного. «Вы – сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяние 3.25.26 Понятно, что обращается Петр снова к евреям и ссылается на то, что их Бог обещал благословить все племена. На это есть указания в книге Бытия 12.3, 18.18 и 22.18. Апостол добавляет, что Христос был послан после воскрешения к евреям в первую очередь, чтобы их благословить и направить на добрые дела. Четвертая глава начинается с того, что Петра и Иоанна арестовали за то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Деяние 4.2. При этом говорится, что у веровавших на этот раз было около пяти тысяч. Утром арестанты предстали перед старейшинами, книжниками и первосвященниками. Их спрашивали, так же, как и когда-то Иисуса, «Какую силу или каким именем вы сделали это?» Деяние 4.7. Петр говорит речь, в которой объясняет, что действовали они именем Иисуса Христа Назарея. Деяние 4.10. Далее автором Деяний записано интересное уточнение. Видя смелость Петра и Иоанна, Деяние 4.13. В чем, скажите мне, смелость Иоанна? Если говорил в собрании Петр, проповедовал о Христе он же, и хромово исцелял тоже он. Старейшины, книжники и первосвященники, заметив, что имеют дело с людьми простыми, некнижными, решили пригрозить им, запретить рассказывать о Христе и отпустить, так как народу было вокруг слишком много. И хотя апостолы не обещали исполнить их запрет, а наоборот сообщили, что не смогут не говорить, тем не менее их отпустили. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Деяние 4.21. Петр и Иоанн пришли к остальным и рассказали обо всем, что с ними произошло, после чего все обратились к авторитету ветхозаветных текстов. Ты, устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Деяние 4.25.26. Это из Псалтирия. Псалом 2 стих 2 и Псалом 44 стих 8. Апостолы считают, что так было предсказано произошедшее со Спасителем. Ибо поистине собрались в городе семна святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтипилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Деяние 4.27.28. После чего на всех сошел Святой Дух, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяние 4.31. В финале главы добавляется, что у всех верующих было одно сердце и одна душа. Деяние 4.32. И общее имущество. Апостолы проповедовали, а люди продавали свое имение и приносили деньги к их ногам. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, чем кто имел нужду. Деяние 4.34.35. В начале пятой главы рассказывается восхитительная по своей трагичности история. Некий мужчина по имени Анания продал свое имение, а к ногам апостолов принес только часть денег, о чем знала и его жена Сапфира. На это Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяние 5.34. Не знаю, с чего апостол решил, что здесь замешан сатана, но Анании было уже все равно, так как после этих слов он мгновенно умер. Его быстро похоронили. Потом пришла туда же Сапфира, жена Анании, которая еще не знала, какое несчастье ее постигло. Петр спросил и ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня?» «Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Деяние 5.8.9. После чего она тоже мгновенно умерла. Вероятно, логично предположить, что обе эти смерти были проявлением Божьей воли. Вот интересно, почему в христианстве считается, что Бог всепрощающий, если Он убивает не за предательство, не за кражу, не за убийство, а за то, что люди часть своего оставили себе. Им ведь даже шанса покаяться не дали. Да и к Петру у меня вопрос. Такое ощущение, что кроме денег его ничего не волнует. И то, что у него на глазах человек умер – ерунда. Вспоминается строчка из известной песни «Кто был ничем, тот станет всем». И незримо встает призрак вахтершей из студенческого общежития, которая была искренне уверена, что она имеет право решать, пускать нас в комнаты или оставить ночевать на улице. Далее, коротенько рассказывается, как апостолы совершали чудеса. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Деяние 5.16 Первосвященники заключили учеников Иисуса в темницу, но ангел Господень вывел их оттуда. По его велению апостолы стали учить в храме, откуда их привели в Синедрион, без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Деяние 5.26 Первосвященник спросил, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? Деяние 5.28 На что Петр ответил, должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его возвысил Бог десницую Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Деяние 5.29.32 Как вы понимаете, речь идет о Боге евреев, так как и Петр, и апостолы из 12, и большинство апостолов из 70, как и, вероятно, новые прихожане, все евреи. Да и кого еще могло интересовать покаяние Израиля? Члены Синедриона были очень недовольны. Но тут слово взял фарисей именем Гамалиил. Деяние 5.34. Из его слов мы узнаем, что уже не раз приходили к евреям те, кто называл себя спасителем. Однако после смерти главарей последователи обычно быстро рассеивались. Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Деяние 5.36.37 Он советует выждать. Если это реальный Христос, то сопротивляться бесполезно. А если опять лже-Христос, то все само собой пройдет. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Деяние 5.38.39 Слушавшие его согласились, но для профилактики апостолов побили. А те порадовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5.41 Так, заканчивается пятая глава Деяний святых апостолов. В следующем видео нас ждет шестая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok